Сегодня мы поговорим с вами о нескольких важных вещах. Вчера мы с вами разговаривали о характере мужчины и женщины. И от этого исходит также обязанность. То есть мы говорили о том, что главная обязанность мужчины это очень мягкое, тактичное, доброе отношение к женщине. Хотя женщина самым своим поведением подстрекает к жесткости всегда. Надо всегда стараться это себе гасить, мужчине, и всегда по-доброму с женщиной все решать. Несомненно, если мужчина так будет себя вести, она обнаглеет и будет капризничать больше. И этого мужчины боятся. Они боятся, что если я сейчас буду по-доброму с ней себя вести, она еще больше будет капризная и своевольная. Так оно и происходит. Но параллельно у женщины развивается сильная благодарность мужчине за его доброту. И вот эта благодарность заставляет слушать. Вот если, допустим, мужчина очень мягко по-доброму женщина относится к ней, он может ей говорить слова, которые будут ее воспитывать. Тоже по-доброму. И тогда создается баланс. С одной стороны, она мягко по-доброму себя ведет, она немножко начинает себя вести, пытаться получить свое. А женщина что хочет от мужчины? Она хочет, чтобы он ее сильно слушал, сильно понимал, сильно заботился, сильно зарабатывал. Ну все по полной программе. Ну это называется наглежь женский. Есть мужской наглежь, когда мужчина хочет много секса, много послушания, много готовки, много стирки и никакого уважения. Это мужской наглежь. То же самое женский наглежь. Это много капризов, много пальцевеером, много безделушек, много тебе надо работать и в ответ как бы тишина. Ну то есть каждый человек хочет больше взять своего и меньше отдавать. Так устроен человек по природе. И это побеждается с помощью доброты. То есть доброта к женщине означает очень мягкий, такой добрый, уступчивый стиль. И это вызывает у женщины сильную благодарность и в ответ. Ну то есть нужно... А и она параллельно как бы больше себе позволяет в отношениях. Может капризничать, может еще что-нибудь. Вот. На это нужно реагировать доброй строгостью мужчине. То есть нужно и объяснять, что это неправильно. Немножко дистанцироваться от нее. Показывать, что так не будет. Постепенно создается баланс. Женщина начинает становиться благодарной и меньше. Ведет себя вот агрессивно по отношению к своим потребностям, желаниям. И успокаивается. Она чувствует, что человек вкладывается. Хороший. То же самое нужно делать в отношениях с мужчиной. То есть нужно слушаться его. Вести себя очень смеленно, по-доброму. Уважать его взгляды, его работу. Его как личность уважать. И параллельно воспитывать его, когда он почувствует, что жена вот хорошая, хорошо себя ведет, нужно. Ну при этом он будет еще больше, как бы становиться крепче, наглее, на храписти, на колени там. Ну как бы в этом случае надо дистанцироваться, не разговаривать и по-доброму воспитывать. Вот такой процесс развития отношений. Ну то есть постепенно близкий человек все больше принимает истину, как надо жить, и все меньше хочет иллюзий. Благодарность увеличивается при правильном поведении. Это касается и дочери. Тоже вот спрашивают, можно как мне себя вести. То есть надо всегда вести так, как человек хочет. Но при этом всегда ему нужно говорить как надо. Ну говорить по-доброму, мягко, ненавязчиво. И постепенно создается баланс. С одной стороны человек доволен тем, что он получил, а с другой стороны он... Ну сдерживается в своем, так сказать, желании получить больше, чем положено. Я извиняюсь, сейчас немножко займусь звуком опять. У меня тут есть проблемы. Проблемы. Таким образом, на все нужны силы. Вот часто человек начинает делать то, что я говорю на лекциях и осознает одну вещь, что все как бы вроде бы классно, но у меня нет на это сил. Вот у меня нет сил терпеть вот эту мужскую вот эту вот грубость. Женщина говорит, мужчина говорит, у меня нет сил капризы вот эти вот женские терпеть. Это невозможно просто для меня. Вот. Нет сил. Это главная проблема современной жизни, современного человека. И причина, почему нет сил, потому что люди очень сильно погружены во внешнюю форму жизни и очень сильно забыли про внутреннюю. Фактически это состояние сознания называется суета. Ну вот допустим, что такое суета? Это когда человек не может внутри себя сосредоточиться и понять, что есть какие-то вещи, которые он теряет в жизни. Например, я сегодня вышел на улицу и пробежал 16 километров. Это у меня заняло там час сорок восемь минут, ну больше 16 километров. Был сильный ветер и такая свежая погода. Там, кстати, на набережной многие люди бегают, оказывается, у вас. Люди занимаются спортом. Вот. После этого я почувствовал себя очень хорошо. То есть я почувствовал, у меня произошло психическое расслабление. Вот. Я набрался сил. Природа обладает колоссальной энергией менять жизнь человека. Это необыкновенная вещь. То есть трудно даже переоценить вот то, насколько сильно человек получает, контактируя с природой. Мне тут параллельно, извиняюсь, идет какая-то несовместимость компьютера. с оборудованием местным. Поэтому программы виснут. Сейчас я... Что-то нам надо предпринимать серьезно. А чем мы без музыки оставим? Я изучал серьезно этот вопрос. Вопрос наполненности человека. И пришел к выводу, что существуют три силы в человеке, три источника силы, которые нужно наполнять постоянно. И можно даже себя прогнозировать, в каком направлении ты просел. Допустим, если человек чувствует, что у него снижена концентрация внимания, ему тяжело работать, он чувствует, что у него снижено настроение, ему тяжело общаться с людьми, он болезненный, болеет, стал тяжелее. У него... он устает быстро на работе. Вот. Часто схватает разные простуды. Не терпит близкого человека. Часто люди думают, что это значит, что ему надо к психологу пойти там и так далее. Но на самом деле причина только одна. У человека не хватает контакта с природой. Вот все эти вещи означают только одно. Человеку не хватает контакта с природой. Вот эта энергия природы, она дает хорошую работоспособность, хорошую концентрацию, хорошее настроение, способность терпеть близкого человека. Она дает возможность зачать детей, кстати, тоже. Это бесплодие означает то же самое. Нехватка энергии. Потому что в организме есть все возможности у молодой девушки зачать. Почему он не может зачать? Не хватает энергии. Неправильный образ жизни. Люди зашориваются в домах, в офисах, перед телевизором. То есть человек не создан таким, чтобы так жить. То есть мы сами придумали себе такую жизнь. Понимаете? То есть человек это дитя природы. И что это значит? Это значит, что все функции тела, они поддерживаются энергией природы. Ну чтобы, допустим, работала печень, нужна энергия природы. Работало сердце, нужна энергия природы. Ну как это выглядит примерно, я могу вам сказать. Вот допустим, иммунитет связан с солнцем. Это не значит, что надо жить на юге. Солнце это радость дня. Вот допустим, вы выходите на улицу и чувствуете, у вас поднимается настроение. Это энергия солнца. Она может быть северная или южная, не имеет значения. Просто сама по себе радость, когда человек испытывает на улице, это и есть энергия солнца. Понятно? Что дает энергия солнца? Дает человеку хорошее пищеварение, клеточное усвоение веществ, победа над вирусами, дает хороший иммунитет, дает хорошее зрение, дает работу костной системы, дальше лечит анемию, дает хорошее кровоснабжение в целом и так далее. Эта энергия солнца, она дает себе хорошее чувство собственного достоинства. Женщине дает красоту, мужчине дает ответственность, силу, ну тоже мужскую красоту. То есть энергия солнца дает человеку красоту вообще в целом. Чтобы эта энергия вошла в организм, нужно научиться солнечному образу жизни. То есть нужно научиться хорошему настроению, научиться вести себя жизнерадостно, позитивно, преодолевать трудности уметь и так далее. То есть как человек получает энергию любую природой, это получается только с помощью аскез на свежем воздухе. Вот допустим есть три типа аскез, есть длительное непрерывное движение на свежем воздухе, именно длительное, потому что есть много психических уровней у человека, пять их всего. И каждый уровень, он наполняется энергией, той, которая нужна организму, наполняется только через какое-то время. Вот допустим, если человек идет, то первый вот этот уровень энергетический человека связан в целом с работоспособностью. Вот допустим, чтобы иметь силы работать, иметь защиту психическую, терпеть кого-то, вот часто люди не терпят людей. Вот это достигается с помощью ходьбы 40 минут, причем радостной, спокойной, не их ходьбы, когда ты там о чем-то беспокоишься, думаешь. Во время такой ходьбы нужно человеку слушать или лекцию, или музыку какую-то духовную, то есть нужно, чтобы позитивное настроение постоянно жило в сознании у человека. Если это происходит, то вот через 40 минут у него только одна пятая восстанавливается в организме. А чтобы восстановилось все, для этого нужно пройти 40 минут умножить на 5. Сколько получится? Получается 4 часа. Вот 4 часа надо идти непрерывно для того, чтобы все функции организма включились. Это непросто сделать на самом деле. И это касается не только психического здоровья, а также и физического здоровья. Сейчас, извиняюсь, опять у меня тут вызов. Попробую так включить, закрыв компьютер. А звука нету. Может, это с вами, как там в радиорубке? У меня все включено, а звука нет. А, это. А все есть. Все нормально. Просто выключен был. Извиняюсь. Все нормально. Все отлично. Вот. Ну, то есть, то же самое энергия воздуха. Вот, допустим, у человека не хватает концентрации внимания, не хватает силы в мышцах, грыжи вылазают, начинают болеть суставы, кости, не хватает сил, допустим, там, запоры, страдает работоспособность. Ну, когда человеку не хватает энергии солнца, ему просто работать не хочется. А когда не хватает воздуха, то он долго не может работать, устает. Ну, то есть, у человека нет просто бодрости, сил, как бы, жить. Это энергия воздуха. Она тоже берется длительным движением. То есть, организм берет, фактически, то, что ему надо. Нам не надо даже как-то... Просто надо она позитивно настраиваться. Вот. Энергия земли дает человеку спокойствие, хороший сон, противовоспалительные процессы включаются в организме. Появляется нормальная работа гормонов по-женски. У мужчины появляется отдых. Земля дает мужчине отдых. Вот мужчина обычно напряжен, нет сил отдыхать. Остывает. Мужчины перегреваются часто в жизни. Тоже земля дает им возможность остывать. Дальше. Энергия воды дает человеку хорошие гормональные функции, хороший обмен веществ, дает спокойствие, дает доброту, дает возможность общаться друг с другом, дает возможность быть спокойным, нежным, ласковым, доброжелательным. Это энергия воды. Она тоже просто берется из природы, не обязательно там в воде сидеть. Просто можно прогуляться по улице. Ну то есть я вам говорю про этих энергиях. Вообще в древней культуре лечение строилось именно на этих пяти энергиях. Есть еще пятая энергия, это энергия пространства. Энергия пространства нужна для того, чтобы человеку вывести из депрессии, чтобы он почувствовал желание жить. Вот в конуре желание жить не почувствуешь. Его почувствуешь на улице. Допустим, человек выходит и говорит, ой, как хорошо. Это означает, он получил энергию пространства. Понимаете? Все эти энергии получает человек с помощью аскез. То есть есть три типа аскез. Есть неподвижное положение тела, есть длительное движение, и есть пост на воде. Вот эти три типа аскез, они увеличивают долголетие человека и дают ему силы жить. Ну, то есть силы жить, это означает также и психические силы, и физические. Вот. Очень важно понять, что большинство людей, где-то, ну, в среднем 40-50% не хватает у них вот этой энергии природы. Большинство людей. И, допустим, вот ставим диагноз теперь. Я не могу с этим человеком жить, он меня раздражает. Тебе просто не хватает энергии природы, человек тут ни при чем. Потому что любой мужчина истощает любую женщину. Вот она думает, мне надо найти такого мужчину, который бы меня не истощал. Это невозможно. Вот мужчина всегда будет истощать женщину. Любая женщина всегда истощает мужчину. Поэтому в древней культуре мужчина и женщина встречались только в постели и по делам. Есть была женская половина, а есть была мужская. Понимаете? Мужчина с мужчиной, женщина с женщиной, чтобы никто никого не истощал. Сейчас все наоборот. Люди привязываются друг к другу, у них нет ни друзей, ни сообщества, с которым они живут. И просто друг друга мучают. Понимаете? Вы заметили, что если вы, допустим, на выходных, то обязательно поругаетесь, да? Потому что целый день вместе, да? Что дальше происходит? Просто перегрузка. Человек истощается и не может уже дальше терпеть. Ему нужно побыть одному. Все. Это результат того, что так создала природа. Мужчина и женщина — это плюс и минус. Мужчина плюс, женщина минус. Они замыкают друг на друга и начинается разрядка. Человек теряет силы. Эта сила приобретается с помощью природы. Но если человек не понимает, что ему это надо, понимаете, он не сможет быть счастливым. Это невозможно. Потому что есть такой переключатель у человека в психике, понимаете? В основном у всех переключателей работает только на достижение своих потребностей в жизни, которые ты реально ощущаешь. Что это примерно? Это еда, комфорт, зарплата и попытка выжить в этом мире. Ну, реальные потребности. И поэтому человек постоянно зациклен на этом. Ему надо работать. нужно успокаивать своих близких, нужно создавать какую-то атмосферу и так далее. И вот он тратит свои силы на то, что он постоянно выживает. То есть ему надо работать, ему надо куда-то бежать, ему нужно потом развлекаться. Это, ну, как-то он поработал, теперь надо как-то переключиться, нужен телевизор, отпуск и так далее. Все это не дает человеку восстановления. Работа не отдает, дом не... Вот домой человек пришел, он восстанавливается. Ни мужчина, ни женщина дома не получают энергию. Мужчина теряет силы дома, женщина теряет силы дома. Дети тоже не восстанавливают человека. И так, человек потерял энергию на работе, по дороге домой он находится в суете, он не получает эту энергию природы. Пришел домой, он опять ему тяжело, он теряет энергию на жену, потом люди живут вместе 5-6-7 лет, они устают вместе из-за того, что они неправильно живут. И дальше вывод какой? Этот человек не подходит, не нужен другой. Все, пошла и пошла к следующему, и потом то же самое, но только хуже. Потому что если ты разрываешь связь, которую Бог держит, тебя Бог с человеком держит, ты за это будешь потом отвечать. Я могу эти связи видеть. Вот я видишь те люди, которые разорвали связи. Мужчина если разрывает связи, он бросает жену, у него в сердце создается жар, который быстро дает возможность найти другую женщину моментально. И она ему будет сильно нравиться. И сразу Олег Геннадьевич говорит, что я разорву отношения, у меня будет все плохо, у меня все хорошо. Только начало лета и нашей любви. То есть он включается в отношения, у него сильный жар, он сильно любит человека. Женщина от этой любви устает, проходит пару лет, и она его жестоко бросает, точно так же, как он бросил свою жену. Потом он мучается несколько лет от разлуки, потом начинает только жить. Но чаще всего к жене до этого не возвращается. Почему? Потому что думает, что ему надо опять такую же найти, как вторая. И так далее. Это бесконечно. Ну то есть люди просто с ума сходят. А причина, почему они разошлись, это неправильный образ жизни, просто и все. Что это за переключатель такой? Вот выйдите на улицу, допустим, что у вас возникает в сердце? Блин, мне некогда ходить, у меня там дела. У вас здесь дела, улице, потому что вы теряете продолжительность своей жизни. Если человек живет в суете, то он мобилизуется, 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 и проходят пять стадий. Первая стадия все классно, потому что я молодой. Вторая стадия устаю, третья стадия надрыв, четвертая стадия слом, человек ломает, и потом пятая стадия или изменяет свою жизнь, или деградирует. Все. Пятая стадия это уже развилка, куда-то надо дальше идти. И так только какие-то несколько лет в жизни человек реально счастлив, потому что у него хватает на всю силу. Это молодость. Но это значит, что, то есть после 30 уже все, то есть человек должен просто застрелиться? Да это неправильное мышление, понимаете, потому что переключатель, надо учиться переключать. Что это значит? Ты вышел на улицу, научись радоваться природе. Понимаете, вот большинство людей не могут, они не могут выйти на улицу и просто прогуляться. Они думают, что я зря время трачу? Да ты не зря время тратишь, ты просто становишься эффективнее. Ты вот не можешь женой нормально поговорить, она постепенно от тебя отваливается. иди начни восстанавливаться. Вот вы, допустим, чувствуете сейчас спокойствие в зале? Такое хорошо, как-то спокойно. Чувствуете? А откуда это взялось? Как вы думаете? А? Потому что я пробежал на свежем воздухе, оно идет от меня, это спокойствие, а не от вас. Понимаете, вы попытайтесь это почувствовать. Вы видите, что от меня идет какая-то сила, расслабляет, так? Это просто я пробежался на свежем воздухе, и все. Это не то, что я такой сверхспособный человек. Просто я живу правильной жизнью, я взял сегодня, пробежался, меня расслабило. Но пока бежал, мне было тяжело, я преодолевал трудности. Понимаете? Переключатель включить сложно. Вот вы вышли на улицу, вы должны не просто идти, а еще радоваться природе. Люди атрофировались. Вот вы, допустим, не чувствуете радость от реки, которая у вас течет, от солнца, от воздуха, от сосен. Понимаете? А это как раз та природа, которая вас кормит, вам дает силы. Но если вы этого не почувствуете, сохранить семью и строить нормальные отношения просто невозможно. Дальше мне говорить не о чем со всеми вами. Я могу сейчас показывать пальцем и вам и говорить, чего вам не хватает каждому из вас. И это все получается одинаковыми способами. Не то, что, допустим, если, допустим, вот вам, девушке, не хватает энергии воздуха в очках. Не хватает энергии воздуха означает слабость постоянно. Слабость означает так же и что? Вот, допустим, с мужчиной надо общаться, а сил нет. Все, вот это слабость. Все, вот сразу нет отношений. Если вы не вкладываете в нее, потому что нет сил, значит, и не будет ничего. Понимаете? Энергия воздуха получается в результате движения. Понимаете? И так далее я могу показывать пальцами на всех и говорить, вам того не хватает, вам не хватает энергии воды. Девушка, да, постоянные эмоции, постоянные капризы, постоянные раздражения от всех устало. Почему? Не потому, что они плохие, как кажется, а потому, что не хватает энергии воды. Она берется просто от движения на свежем воздухе. Понимаете? И так далее. Это загадка, понимаете? У человека в психике складывается целая философская система, почему ему так плохо. А на самом деле просто он неправильно живет. Убежать сначала я о чем-то думал, но постепенно я включился в лекцию, которую я слушал, и постепенно, постепенно я начал успокаиваться глубже, глубже, глубже. И, понимаете, нужен опыт. Вот, допустим, я когда начал бегать пять лет назад, мне было уже пятьдесят лет, и я пробежал всего пятьсот метров и задохнулся, хотя и йогой всю жизнь там занимался и вел здоровый образ жизни. То есть, я почувствовал, что я вообще ослабел, я уже дистрофик какой-то. И мне вот четыре-пять километров мне пришлось целый год, понимаете, вот доходить до этой дистанции, хотя я даже не верил, что я могу столько бегать вообще. Понимаете, на второй год я уже десять пробежал, а еще полгода потом, за полгода дошел до шестнадцати. Когда я дошел до шестнадцати, я очистил сразу все психические цилиндры, у меня начало все тело пробаливать, сначала колени, потом тазобедренные суставы, там позвоночник, голова, сердце, все пролечивалось, понимаете, потому что в результате бега чем дольше человек бежит, тем глубже внутрь организма он заходит своей энергией природы. И там начинает все лечиться, потому что организму не хватает только энергии. Понимаете, вот допустим, я двадцать минут бегу, или сорок минут человек идет. Он просто, это нужно для жизни, для того, чтобы быть бодрым. Никакого лечения нет. Еще сорок минут человек идет, восемьдесят минут уже, или я сорок минут бегу, то начинает включаться первый психический цилиндр, который связан с кожей, слизистыми оболочками, он связан с памятью, связан со сном, связан с эмоциями человека, связан с иммунитетом, лимфатической системой, кожей. То есть все это пролечится, понимаете, аллергия, до свидания. 40 минут, 80 минут ходьбы, или 40 минут бега. Дальше кожа отличная, кожные болезни, до свидания. То есть до свидания, гастриты, холециститы, запоры там и так далее. Понимаете? Дальше я бегу час. Следующий психический цилиндр, второй, связан с сосудами, мышцами, суставами и костями. То есть сразу суставы, болезни суставы, я час бегу, до свидания. Также жировой ткань, жир начинает течь тоже, он с жировой прослойкой связан. То есть час бегу, начинает человек худеть, восстанавливается, лишний вес уходит, холестерин из сосудов уходит, мышцы восстанавливаются, суставы восстанавливаются, кости восстанавливаются, все. От инсульта, инфаркта он уже умереть не может. если человек ходит два часа раз в три-четыре дня или бегает час раз в три-четыре дня. Понимаете? Продолжительность жизни увеличивается на десять лет. Дальше, если человек бежит час двадцать, третий психический цилиндр связан с внутренними органами. Это печень, почки, щитовидка. все узлы рассасываются в них. Понимаете? Если человек постится длительно, ну, самый максимальный пост на все цилиндры психические это два с половиной суток. Полсуток это просто включается нормальная жизнь в организме. Полсуток поста это не есть вечером и поесть утром. Или не есть утром и поесть в обед. Вот это шестнадцать часов, это полсуток и уже у тебя нормальная жизнь. То есть все работает нормально, не будет там ничего заклинить в организм. Если ты хочешь пролечивать организм, то на полсуток больше. Это суточный пост. Раз всегда вот допустим полсуток можно каждый день. Суточный пост раз в неделю. Полтора суток раз в две недели. Двое суток раз в три недели. Две с половиной суток раз в четыре недели. Больше поститься не надо. Это то есть человек допустим раз в месяц поститься два с половиной суток и раз в неделю бегает или ходит четыре часа или бегает максимум или бегает два часа. Это максимум. Раком заболеть невозможно. потому что когда человек одновременно поститься и бегает весь жир лишний рассас а там есть три стадии сначала лишний вес появляется потом доброкачественные опухоли потом злокачественные опухоли ну и все в обратном порядке вот у меня уже доброкачественная опухоль появилась щитовидка она начала четыре часа ходить и у нее узел за месяц ушел в два раза меньше стало а до этого она что тут не делал ничего не помогал я говорил что надо делать она не слушала потому что тяжело же долго ходить женщина летела ленивая женская тяжело это же не мужское тело женское оно расслаблено оно для счастья родилось а тут ходить четыре часа это же кошмар я все понимаю я же настраиваюсь на женское тело пытаюсь понять почему она не может но потом все девушки табуном за ней пошли все подружки тут же женщины коллективное сознание коллективной воли мужчина индивидуальная воля ему надо себя заставить и потом он другому мужчину говорит да ты слабак ты не побежишь и тут сам себя заставляет потому что я не слабак вот и он бежит мужчина такая индивидуальная воля а женщины у ней коллективная воля одна женщина побежала дабунами бегают или ходят. Потому что у женщины групповое сознание, она социальное существо у женщин. Вот. И последний психический цилиндр связан с нервной системой, четвёртый. То есть один защитный, и потом четыре ещё, всего пять. Если человек бегает час сорок, ну, у всех по-разному, если медленно бегает, то час пятьдесят до двух часов, или ходит до четырёх часов, то он не будет болеть психическими заболеваниями. На последнем психическом цилиндре находится нервная система и психика. То есть лечится психической функцией. Шизофрения, до свидания. И так далее. Понимаете? Вот и всё. То есть человеку надо вот так жить, учиться. В зависимости от того, где там засада, хотя бы на этот уровень двигаться. Итак, я вам перечислил. Не хватает терпения, чувствительность сильная ко всему, концентрацию внимания, не можете сил работать, нет. У вас нет возможности быть рядом с человеком, вы не переносите его психически, физически, у вас бесплодие, у вас болезни какие-то, устаете на работе, устаете от жизни. Не хватает природы. Всё. Больше вы никак от этого не избавитесь. Потому что батарейка разряжена, её надо заряжать. Почему не хотите? Потому что... Почему некогда? Вы говорите некогда. Ну хорошо, некогда. Если вы влюбились на свидание, пойдёте? По-любому. Это значит не некогда, а нет глубокого понимания, что это надо. Вот, допустим, кушать хочется, найдёте время покушать? Вот сегодня у меня у друзей в кафе в ихнем был день открытых дверей. И мы когда оттуда выезжали, я тоже туда пришёл покушать к ним, вот, открытые двери означает, они бесплатно всех кормили, тысячу человек бесплатно кормили. Они так три раза в месяц делают. И когда мы выезжали оттуда, то там не было возможности выехать, были блокированы, выезд. Люди ругались на въезде-выезде, потому что все бедные ехали покушать. Бедные люди как бы ехали покушать бесплатно, потому что... И не было места просто, машину некуда было поставить. Вот. Но они не страдают, понимаете, это другие, другое мышление. То есть это, вот это, это то, что я сейчас сказал, это совсем другая тема. Сейчас вам её объясню. Это не означает нехватка контакта с природой. Это следующий момент. Вы с первым моментом разобрались? Разобрались? Хорошо. Следующий момент. Если вы не можете выйти замуж, природа тут уже ни при чём. Если вы не можете устроиться на работу, выйти замуж, у вас слабая зарплата, у вас нет... низкое положение в обществе, у вас... вы не можете общаться с детьми, или с друзей нет, или не можете общаться со старшими, то у вас не хватает силы, другой, есть сила природы, она даёт то, что я до этого перечислил, то у вас не хватает силы, которая связана с людьми. Есть люди, которые наполнены людьми, потому что они любят людей, а есть люди, которые не наполнены людьми, потому что они их не любят. Вот знаете, какая женщина должна рожать детей? Это не я решил, это Бог решил. Которая любит людей, потому что женщина, которая не любит людей, зачем ей человека доверять? Даже двух, как минимум, мужа и ребёнка. Кто атмосферу в доме создаёт? Женщина. Кто воспитывает ребёнка? Женщина. Кто является совестью мужа? Женщина. Кто создаёт атмосферу в отношениях с родственниками? Женщина. Это мужчина будет, ой, я так рад вас всех слышать, видеть, да? Нет, это женщина обзванивает всех родственников, со всеми поддерживающих отношения. Это её обязанность перед Богом. Таким образом, если она не любит людей, зачем ей давать мужа? Пускай живёт одна. А как любить людей? Это вот как мышцы качать, то же самое. В спортзал ходишь, у тебя крепкие мышцы. А вот когда заботишься о людях, начинаешь любить людей. Когда женщина начинает любить людей, Бог ей даёт определённый вид красоты, который даёт, выдаёт замуж. Вот знаете, если вы изучали этот мир глубже, вы поняли, что то, что вы краситесь, это вас замуж не выдаёт. мужчину, когда женщина делает себе своё тело очень красивой, красивым, у него вызывает это только желание секса и всё. А желание секса, это, как говорят сейчас, даже не повод для знакомства. Ну, секс, это даже не повод для знакомства. Вообще сейчас уже у людей. Понимаете, это шутка такая, которая есть доля шутки. Итак, попытайтесь понять, что есть другой вид красоты, который у женщин находится в сердце. Вот он идёт прямо из сердца. Такой вид теплоты из сердца, который мужчину примагничивает, и у него возникает чувство сильное заботиться об этой человеке, об этом человеке, не отдавать его никому, оставлять возле себя. Такая корова нужна самому. Не выдаешь сзади, не устанет рука. Чувство возникает. Чувство возникает сильной ответственности перед девушкой. Какой? Которая любит людей. Понимаете, если девушка как бы сидит, мечтает, она хочет замуж, но никого не любит. Сидит, мечтает, но никогда не выйдет замуж. Потому что вот эта сила, из неё не исходит сила женской доброты. И вот это и есть красота настоящая, которая сильно привлекает именно мужчин, желая её взять замуж. Тема ясна. Двигаемся дальше. У мужчины есть два типа красоты. Первый тип красоты это статность. То есть он такой, внешне такое очень крутое, как бы такое, идёт, одним плечом пишет, другим зачёркивает. Вот. Такое. Ну, крутой такое. Вот. Это вызывает у женщин очень приятное чувство. Но, когда она познакомилась с таким мужчиной и поближе, она почему-то за него замуж не хочет выходить. Почему? Потому что у мужчины есть другой вид красоты, называется способность побеждать. Не рисоваться, не выпендриваться, а побеждать. Вот эта способность побеждать называется ответственность. То есть взялся за что-то и никогда не отпускаю, иду вперёд. Вот этот вид красоты у женщины возникает расслабление, чувство защиты, спокойствия и предания. Всё, как бы, такой человек не нужен. Но этот вид красоты не достигается с помощью хороших плеч и так далее. Это достигается с помощью труда, с помощью работы над собой, работы ещё где-то. Вот. И здесь уже надо понимать, что есть женская красота или желание любить людей по-женски и есть по-мужски. Вот, допустим, если мужчина такой «Ой, да вы все мои хорошие, да я вас так всех люблю!» У него это не требуется. Эта женщина должна так себя вести. Мужчина должен видеть проблему, взял, сделал. Вот, допустим, идёт по улице, кто-то кого-то бьёт, раз, помог. Ну, в смысле, не тому, кто бьёт, а тому, кто нуждается в помощи. Ну, сделал точный массаж лица, там, полечил того, кто неправильно себя ведёт, пошёл дальше. Ну, то есть, мужчина должен быть сильным как личность, он должен заботиться об обществе, должен включаться в процессы различные, не быть безучастным, холодным к тому, что происходит в этом мире. Это называется мужская красота. И у женщин это вызывает чувство сильной значимости, зависимости, уважения к такому человеку. Но кто это культивирует в обществе? Где, в какой школе учит мужчину быть мужчиной? Или женщину быть женщиной? Понимаете, в школах учит людей просто механическому процессу освоения специальности. Понимаете, этот процесс вообще, ну, можно легко этого достичь просто при желании. вот допустим, если ты хочешь стать, допустим, программистом, и ты развит как личность, ну, впрягся там за два года, ты всю эту науку изучишь и будешь отличным программистом. Зачем человеку пахать в этом направлении, изучать разные направления, там, сколько чешуек у змеи? Нафиг ему это надо? Человеку надо изучать, как жить. Понимаете, вот нас в школе не учили, что девочка должна быть такой, мальчик должен быть такой. Кому это учили? Кто знает? Мальчики все сидят, играют в компьютеры. Понимаете, они думают, что там надо жить, в этом компьютере. Вот. У меня один родственник, он в компьютер играл, играл всю жизнь. Когда стукнуло 20 лишних лет, подходит ко мне, говорит, найди мне жену, у тебя много знакомых. Я говорю, кто с тебя пойдет? Ты сначала мужиком стать, сиську выплюни изо рта сначала. А потом дальше думая, замуж и женитьбе. Есть же девушки, которые со мной смогут дружить. Женщине не надо дружить. Чем мы с тобой дружить? Она прибежище, защиту ищет. Ей нужен мужчина, а не друг. Ну вот он пытался там дружить с одной, дружить с другой, и что-то все от него как бы отваливаются. В чем проблема? Да не вырос он как мужчина. Нужно теперь мужчиной становиться для того, чтобы жениться. Сейчас 50% одиноких людей по статистике, мужчин и женщин. Почему? Главная причина какая? Люди недоразвитые как личности. В этом проблема. Женщина должна женщиной становиться. Вот женщин хватает? Женщин хватает в обществе одиноких? Нет, не хватает. Хватает людей в юбках, понимаете, а женщин не хватает. Вот одна женщина появилась, она на расхват сразу. Мужчин хватает? Нет. Хотя одиноких мужиков много, но мужчин нет, потому что один мужчина появился, очередь выстраивается. Все хотят за него замуж. Почему? Потому что люди неразвитые. Вот это главная проблема. И это очень важно понять, кто такой развитый мужчина, кто такая развитая женщина. Сначала надо понять, а потом двигаться в этом направлении. Причем развитый мужчина счастливый мужчина. Вот если мужчина, допустим, может зарядку делать, может поставил цель, добился, он счастлив. Понимаете, главная проблема в мужской психике это чувство неполноценности. Неполноценности, что я не развит, что у меня нет сил победить судьбу, у меня нет достаточно положений в обществе, средств, сил. А эта развитость же она достигается с помощью мужской деятельности. То есть мужчина должен сначала в спортзал начать ходить, потом он должен прячься в какую-то работу, научиться радоваться труду. Понимаете, он думает, мне надо сразу много денег. Но так не бывает. Вот допустим, яблоню надо сначала посадить, она потом зайдет. Где яблоки? Пока нет. Пока нужно ветки пустить, потом цветки, потом еще она окрепнет, и потом только яблоки. А ты хочешь сразу раз, и деньги пошли. Деньги-то как яблоки. Сначала развейся, как личность, а потом будут деньги. Вот. Ну то есть надо вот это, вот эти все вещи понимать. Если человек ничего не понимает, как устроен этот мир, то как он сможет быть успешным? Мужчина сначала должен развиться как личность. Потом дальше он должен научиться любить труд. И вот когда он развитым становится, он тогда чувствует себя примерно вот так вот. И тогда уже дальше, вот в это время уже, пожалуйста, там, и женщина вокруг тебя будет нужная, какая тебе выберешь, какая тебе понравится.